Количество гродненцев, выехавших на работу за границу, увеличилось в полтора раза. При этом поток внешней трудовой миграции возрос в обоих направлениях. Все чаще за рубеж отправляются белорусы, и все больше им на смену приезжают работать иностранцы. На сегодняшний момент на территории Гродненской области зарегистрировано 23 юридических лица, имеющих лицензии на право осуществления деятельности, связанные с трудоустройством граждан Беларуси за границей. Нередко гродненцы выезжают за рубеж, минуя цепочку посредников. Только за 8 месяцев нынешнего года через гродненские фирмы на заработки в другие страны выехало 1194 человека. Из них подавляющее большинство – мужчины. Это официальные данные, а вот статистики по гражданам, которые отправились за рублем, самостоятельно по объективным причинам нет. Для сравнения, в 2017 году количество гродненцев, уехавших на заработки, было в полтора раза меньше. Рейтинг самых популярных у гродненцев направлений возглавили наши ближайшие соседи – Польша и Россия. В этом году к тройке лидеров примкнула Чехия. Нередко устраиваются гродненцы и на работу в Литве. Параллельно с тем, как увеличивается поток белорусов, уезжающих на работу за границу, растет и количество трудовых мигрантов, приезжающих к нам. В основном трудовую деятельность в организациях Гродненской области осуществляют граждане Украины. 729 граждан Украины у нас здесь трудоустроились. В предыдущем году – 713. Далее идут граждане Узбекистана в количестве 100 человек. В 2017 году их было всего лишь 28. Затем Литва, Азербайджан, Турция и так далее. По роду деятельности в качестве руководителей трудоустроили 44 иностранцев. В предыдущем году – 31 место занимают граждане Узбекистана. Всего за разрешениями на работу в нынешнем году обратились более 1200 иностранцев, и эта цифра выше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего трудовые мигранты устраиваются на работу в качестве разнорабочих или строителей. Подавляющее большинство из них на данный момент заняты на строительстве АЭС в Островце.